Всем привет! Спасибо, что заглянули в гости на канал. Я иду вот так по скверику и наслаждаюсь жизнью. Потому что когда ты ни от кого ничего не ждёшь, то всё, что происходит в твой адрес... У нас, кстати, начался очень сильный дождь и ветер. То всё, что происходит в твой адрес, просто как подарок воспринимается... Сейчас камера намокнет, я вот здесь встану. Воспринимается как подарок и делает тебя очень-очень счастливой. Потому что, например, Миша зашпаклевал окно. Муж наломал сирени, и на работу огромный букет, и домой. Пусть она там что-то убирает, плитку моет. И лисе делает уроки. Короче, дома тишь да гладь, да божья благодать. Ну, это, конечно, я понимаю, что после того, как я всем выписала трендюлей. Но... Так, куда я иду? Пойду туда. Но, тем не менее, имеет место быть, что все такие молодцы. Ну, и плюс, ты ничего не ждёшь. В городе продолжается карантин. Настроение в связи с этим такое, знаете... Ну, такое. Как у всех людей, кто хочет работать, потому что нужно. Вас заляпало. Как у всех, кто хочет работать, но по определённым причинам не может. Не хочу говорить на тему вируса и карантина. На тему, чего мне сказать. Что пошла я по делам. Вернусь к вам. Уже вечер. Дочечка так красиво сидит интеллигентно. Спинка ровная. В чёрном платье. А настроение тут. И режет салат. Она его уже, конечно, задолбалась резать. Но кто готовит салат с редиской, тот понимает, почему. И она делает салат. Она, ты бы видел, вот такая редиска. Ты рисовала, да? Художница ты моя, кучерявая. Покажись. Глянь, кучеряшка ты моя, кисюня. Ты не видел мои руки. Да? Я их отмыла. Зеленоглазка мамина. А тут... Они в кастрюлю, они наберутся и этого. Пусть лежат. А тут такие красивые ребрышки, но подгорел соус. А ребрышки красивые. Я еще уходила, их замариновала. Нет, не я. Кто замариновал? А, я замариновала. Давай, сынок. А здесь такие красивые ребрышки. Несмотря на то, что они вот здесь вот... Подгорел соус, вот они все равно красиво вкусные. Это правда надо отцепить. Мальчики сегодня, Миша красил вот эту штуку, но она отлучивается почему-то. И уже сделали вот эти рулонные штуки. Шторы, но Миша у себя во влоге показывал. Может кто не видел. Скорее всего, некоторые не видели. Вот. Взяли вот такие серые. Выбирали без меня. Мужики. Вот так вот получается день и ночь. Так, светлее. Так, темнее. Очень неплохо закрывают от света. Прямо так, знаете, рассеянно. Ну и мне очень нравится, что цветы. Здесь, конечно, мальчики сказали, забирают это позорное. Но это и правда. Это я украла в каком-то магазине кактусы. Это тоже. Вот. И они хорошо так прижились. Именно в земле с улицы. Этот бедняжка. Что-то с ним надо сделать. Этот мы его в зоопарке оторвали. Он был огромный. И это мы уже верхушечки посадили. В общем, мальчики сказали, здесь будут только кактусы. И только в одном каком-то горшке длинном. Как-то сделают. У них бардак еще продолжает быть. Кровать еще уже заплатили, но еще не забрали с распила. Поэтому еще не собрали. Еще предстоит. Вот здесь вот получается на стене у Елисея будет такая имитация как бы картины. И будет веревка. И на веревку он будет на декоративной прищепке уже вешать там или... Ну, не знаю, что. Что-то будет вешать. А Миша сказал, что у него он ничего не хочет. Ну, хотя я не знаю. Полки у них вот так вот. У Елисея пустые 2 дезика, а у Миши такое. Все подряд. Ну, конечно, пока еще до конца не убрано. До конца не убрано, ничего не сделано. Еще вот здесь вот стулья должны быть им. Два таких кресла небольших. Но это уже когда кровать поставят Михаилу тогда. Вот такие дела. У меня прическа тоже тружки дурацкая. А еще собрались цветы... Ой, а еще собрались цвести маленькие компанулы. Представляете, он еще подросток, а уже хочет цвести. Вот здесь уже прям завязи цветочков. Ну, что ж он такое творит. Еще же совсем-совсем малыш. И этот, этот нет. И вот этот. Это, кстати, двухцветный. Вот эти вот. Такие хорошульки. Еще пришли две посылки. Сейчас открою, покажу, что там. Подержишь вот так. А, это духи с запахом сирени. Любовь, чик. Это мои духи. Да, это набор духи. И... Какая прелесть. Ну, что ж такое. Вот, 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 вот. Дай понюхать. Ммм, пахнет хорошо. А это что такое? Кремчик какой-то? Лосьон для тела. Лосьон. Блин, так хорошо. Соси вам, мишки. Боже, это такое счастье. Иметь возможность купить и заказать духи и получить их. Прелесть. Еще и лосьон для тела. Руки мажут. О, краска для волос. Да, Сирин. Краска для волос. И... Это краска. Кеоня хорошенькая. И маска. Краска и маска? Угу. И маска, да. Я вообще не очень люблю вот такие огромные маски. Бодяги. Потому что они... Нескончаемые. Ну, пахнет на... Нескончаемые. И плюс их очень неудобно набирать. Вот это ты залазишь, выковыриваешь. Но эта маска хорошая. Сейчас я вот так вытру. Выбросить. Вот эта вот хорошенькая. Я не знаю, как она называется. Каирпро. Вот, классная. И все. И краска, наконец-то, можно покраситься. Может быть, даже сегодня покрашусь. Раз. Ой, вот эта красивая коробочка. Вообще так. Давай я здесь на стенку из... Что-что? На стенку я помесила. Так требуется. Радует меня. Я побрызгала духи, а Виктория говорит... Вот, кстати, как пахнет. А Виктория говорит, у вас вся комната пахнет сейчас так. Но это из-за сирени. Из-за букета сирени. Класс, что маленький пузырек. Потому что как раз навес, но и он выбрызгается. Я люблю иногда вот такие моноароматы. Я помню, в Ивраше были вообще классная серия. У них была сирень, ландыш. Ландыш мне не очень нравился. Роза. Мне очень нравился пион. Я обожала Ивраше пион. А больше нигде такого классного моноаромата не видела. Ну, не слышала. А сейчас потом его сняли с производства. Сейчас там у них неплохие роза, вишня. Вишню сейчас люблю. Мы садимся ужинать. Чем раньше, тем лучше. Поэтому мы без Михаила, а только Елисеичек. Передай привет, Елисеичек, моим зрителям. Всем привет. Они говорят, что тебе нужно... Ой, нет, ты раздолбал себе прыщ опять. Блин, опять мне скажут, что за едой запрыжь, говорите. Ну, а что? А когда еще? Говорят, что вот ты хороший, добрый, мягкий. Он знает, он все знает. Конечно. Голубоглазый, да? Покажи глазки свои. Зрачки расширенные. Зарядки давно не было. В этом году не делали обследование. Короче, запустили все. Ужин, ребрышки, каша, салат. Подождите. Чего? Мама же хотела хлеб. Я же за хлеба бежал. Да, я слышала. Он, наверное, не слышал. Он в своих облаках питает. В общем, у нас вот такая ситуация, что вот она жизнь. Ну, мы когда собираемся за столом, мы всегда что-то решаем. Поэтому мне положили так мало кукурузки. Сладь, ты заведенный какой-то. Сама кукурузку, пожалуйста. Хорошо, мы что-то обсуждаем. Кто-то виноват в чем-то, кто-то ни в чем не виноват. Но это жизнь. Постоянно кто-то виноват. Поймет только та семья, которая имеет совместные ужины, завтраки или обеды. Вы же не кушаете молча. Люди молча не кушают. Кого-то хвалим, кого-то ругаем, что-то обсуждаем. У нас на мамы ргают. Строим планы. Я бы тебя показала, но с твоей прической не хочу пугать народ. Я просто послевала. Все, 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 лапонька, спаси. Я послевала. Ну да. Я послевала. Я поняла. Сейчас поужинаю и покрашусь. Покрашу волосы, брови. Буду красивенькая, симпатичная. Это, наверное, как каличная выгляжу. Вот так вот проходит моя покраска, когда я крашу дома сама себя. Вот. У меня здесь такая конструкция из учебников 11 класса. Учебники меняются. Зеркало остается. Это я уже крашу потылочку. Заднюю часть головы, так говорят. Затылок. О, затылок. Забыла это слово. Как всегда, у меня страх, что краски не хватит. У меня в жизни есть несколько страхов. Краски не хватит. Холодец не застынет. И пирог не подойдет. Да? А еще? Что? И холодец. Я за холодец сказала. Все. Ну, на двери был кошкин корм. Покрась. А когда вы скормили? Я не кормила. А кто тебе разрешал? Потому что не было чем кормить. Хорошо, все, не пищи. Покрасила голову. Сейчас, наверное, еще накрашу брови. Поиграть в шахматы. После долгого перерыва. Ну да, мы давно не играли. Недели три. А, пока никто. Это надолго. Сколько часа, полтора-два? Нет, полчаса Элиси продует. Что? Полчаса, и Элиси продует. Сюда. Да? Это папа подмигнул мне. А я неправильно покрасилась. Потому что мне нужно было... Как сделать? Мне нужно было смыть краску, а потом уже тонировать. Этим, трехпроцентным. А я не смываю краску, нанесла на длину волос. И теперь, мне кажется, тут я передержу, там... Ну, в общем, что-то я ладно. Потому что Элиси у тебя так не принимает. Успокойтесь. Успокойтесь. Дежурство они сдают. Виктория сдаёт дежурство на кухне. Элисей издевается, не принимает у неё. Я умею себе. Не пищи. Не пищи. Не пищи. Сними наушники. Не хочу. У тебя опять наушники запутанные? Нет. Распутывайся. Ставь сюда. Что? Ставь сюда, распутывай наушники. Что? Что он не принимает? У тебя я просила плитку помыть. Какую? Вот эту я просила сегодня утром. Не говори, что ты не помнишь, ты забыла и всё остальное. Да почему именно на моё дежурство? Ну, потому что я тебя люблю. Я не знала, кто дежурит. Я просто сказала, плитка уже грязная. А что её? Оставлять и оставлять. Ну, потому что начиная нормально плитка. Не пищи, Додьц, пожалуйста. Я покрасилась. Не такая уж я и рыжая. Но главное, что закрасилась седина. У-у-у, параллель с вами. Жизнь такая. Жизнь классная. Очень классная жизнь. Я буду принимать у вас так, как вы у меня принимаете. Мне же не помыл салат, как я ему сказала. Я волнула. А ты не можешь по-вы простить. Да. Когда-то я коричневый милю, чуть-чуть подсмоется, будет нормально. Надо было краситься шестой окислителем. Но я не красилась шестой. В общем, нормально. А брови передержала. Ну, ничего, подсмоется. Всё, пока нормально. Пока так. Качок. Качок сидит. Пришёл домой. Питаемся правильно мясо. Ест холодные ребрышки. Миша с таким видом ест мясо, как будто он телегой, не знаю, объелся, сынок. Есть твои палочки. Это твои палочки, Исюша. Спасибо. Сейчас буду играть в контр-страхе и поедать палочек. Накрошишь там. Слышишь, а ты видел, что краска как получилась? Надо лоб тебе почистить. Ты взял его, надавил. Ты ж не выдавишь их. Я видел, как оно повздувалось. А что она повздувалась? Это потому, что ты не видел. У тебя внутренние, у тебя под кожей беленьких прокалывается. Я за краску спрашиваю тебя. А, потому что очень густая. Да, нужно было это. Миша, опусти бошку, у тебя ноздри надутые. И сына на заднем плане танцует, Елисей. То, что нужно было разбавлять водой. О, блин, Миш напугал. Ну а что ты нагрей микро-морк. Я его положить сюда, а надо погреть. Да он ленится. Не хочу есть горячие рыбочки. Так, поставь, чтобы оно просто подогрелось. В общем, я, наверное, уже к вечеру попрощаюсь с вами, потому что... Ну, потому что все, день подошел к концу. Что с вами? Что ты называешь? А там, что я не снимаю? Брехло, снимаю. С людьми. В этой коробочке, маленькая. Встань. Я упорядочила... Простите, соус острый, просто морло попадает. Я упорядочила свою социальную жизнь, если можно так сказать. Ну, то есть, я выделяю вечером где-то полчаса. И тогда только сижу в Инстаграм, в Ютубе и в Аналитике. Отвечаю на комментарии. Эти три дня вообще не заходила на Ютуб. Миш, ну ты специально. Вот я так и знала, что сейчас кто-то встанет в труселях. Миш, Ильсей, выгони, да, и тут снизу свой вопрос. Пожалуйста. Смотри, как помогут. Ну, пожалуйста, ну, Миш. Я буду снимать свое лицо. Упорядочила свою жизнь. Ну, по крайней мере, стараюсь упорядочивать. Мне это очень нравится. Дня три вообще не заходила на Ютуб. Ничего не смотрела, ни комментарии, не отвечала. Потому что была занята. Ну, вот сейчас мое время. Сейчас я иду. Ты как не в себя. Ты как за себя кидаешь. Макс с Яной поел. Ребрышки схавал. Торт сейчас собираюсь есть. А что ты еще не ешь? Можно я доеду? Доеду. Спасибо. Ну, как тут похудеть? Вкусно. Давай другим людям. Хочешь? Будешь, зайчик? Прости, зайчик. Я уже не смогу. Я уже не смогу, сынок. Все, я уже не смогу, сынок. Я уже не смогу, все, нет. Сейчас только камера вытручится. Сыночка, сынок, садись к нам сюда. Додица дежурная по кухне, она нас прибьет. Она уже кухню сдала? Она сдала уже кухню? Сприсядь. Она все время говорит, что я сдала. Она просто не хочет. Которая сразу, Елисей, я сдала кухню. Я сдала кухню? Кажется. А ты не завтра дежуришь? Да. Но она сказала, что она плитку помоет. Она сказала, что она не считается кухней. Плитка не считается. Молодец, Виктория. Виктория, ты форева. Плитка кухни не считается. Бери это ребрышко, только хлебушек возьми. Ой, мама и сыновья. Миш, не маши ему, пусть ест. Сыночек кушай, я уже не смогу, да я и не хочу, да и мне и вредно. Сыночек, ты видел мою пуздром? Я как на пятом месяце. Как на пятом месяце? Это жир просто. Реально жирный. Жир, да. Жри давай, худышка. Это банки. Банки. Смотри, сними. Пожалуйста. Ну, туда, сюда. Отсюда подвышка. Камень. Виктория угорает. Все, на такой хорошей, позитивной ноте. Всем пока. Что? На позитивной, спортивной нотке. Миш. Всем пока и, возможно, до завтра. Завтра тоже что-то поснимаем. Все, пока. Хочу пожелать напоследок, чтобы вы, ну, тоже, наверное, анализировали свою жизнь. Немножко ее упорядочивали и убирали пустое. Вот, чтобы просто у вас все устаканилось, уравнялось и было хорошо. Прикол такой. Доченька Лиса пришла сюда к Мише и выпрашивает у него... Что ты выпрашиваешь? Еще 15 минут. Он у нее забирает Wi-Fi и телефон, говорит, спать. А она на еще 15 минут. И знаете, что она говорит, Миша, повтори это. Ну, как же мы с мамой меня хотели. Миш, ты помнишь, как мы ее хотели? Я говорю, ты хотела ее больше, поэтому ты разрешаешь, а я нет. Мама, разве что ты мне у тебя попросил? Так я ее не запрещаю. Все, я пошла один родитель. Как папа решать? Пожалуйста. Папа, пожалуйста. Нет. А че я вам милая личка? Я не буду шла. Что, что? Милая личка. Милая личка. Ну, пап. Слава, я у тебя единственная дочечка. Хе-хе-хе.